Сегодня утром в немецкой Баварии на огромной скорости столкнулись два пассажирских поезда. Удар был настолько сильным, что один состав буквально въехал в другой. До сих пор, спустя уже много часов после катастрофы, идет разбор того, что осталось от вагонов. И по мере того, как спасатели пробираются сквозь груду металла, появляются новые данные о жертвах. Вот информация на эту минуту. 10 человек погибли, пострадавших очень много, около 80. На место трагедии выехал наш собственный корреспондент в Германии Иван Благой. Спасатели сами просят о помощи. Срочно нужны доноры. Запасы крови на исходе. Пострадавших пассажиров вывозят с места катастрофы по воде, рядом канал, по земле. С округи стянули всю автотехнику и по воздуху. Спасатели организовали воздушный мост. Вы видите, как вертолет зависает над разорванными вагонами. Задача пилота — поднять тяжелораненого и перенести его к карете скорой помощи, а затем вернуться за следующим. Из-за труднодоступности места аварии мы вынуждены эвакуировать раненых с помощью вертолетов. Только после этого людей доставляют в госпиталь. Это было столкновение лоб в лоб. Две электрички и локомотивы превратились в груду металла. Несколько вагонов сошли с рельсов. Как рассказывает один из пассажиров, все, что помнят — удары и крики. Потом потерял сознание. Скорее всего, машинисты, а по нашим данным, они оба погибли, даже не успели начать торможение перед ударом. Поезда должны были двигаться с очень высокой скоростью. Максимально на этом участке разрешено разгоняться до 100 км в час. На этом отрезке есть поворот. Нужно исходить из того, что у машинистов не было зрительного контакта друг с другом, и они не тормозили. Но как вообще такое могло произойти? Обе электрички, а также железнодорожные пути были оборудованы специальной электронной системой экстренного торможения. Ее как раз и создали для предотвращения таких столкновений. Работоспособность системы проверяли неделю назад, но в час икс она дала сбой. Почему? Главная надежда следствия — бортовые самописцы электричек. Всего было три черных ящика, два уже найдены. Еще один находится в той части поезда, которая деформирована. В течение дня его, вероятно, можно будет достать. Нужно выяснить, что за информация на них. Все остальное было бы спекуляцией. Предстоит узнать, была ли это техническая проблема или человеческий фактор. Пока единственное, в чем уверены власти, это не теракт. Авария произошла ранним утром в 6 часов 48 минут. Как раз тогда, когда взрослые со всей округи на электричках обычно едут на работу, а дети в школу. Но в этот день пассажиров было, к счастью, меньше, чем обычно. Сейчас в Баварии время карнавалов. У школьников каникулы. Но все равно произошедшее уже назвали одной из крупнейших катастроф. На железной дороге в современной истории Германии более сотни раненых двух пассажиров до сих пор не нашли. Спасательные работы продолжаются. Иван Благой, Дмитрий Волков, Дмитрий Малышев, Первый канал, Германия.